Добрый день! У нас сегодня в гостях Виктор Яковлевич Бутанаев, очень уважаемый, очень известный в научном мире человек. Виктору Яковлевичу мы обратились с единственной просьбой прокомментировать ситуацию в Показском научно-исследовательском институте. Будьте добры, скажите, как по вашему мнению, что происходит сегодня в институте, почему такой ажиотаж в связи с увольнением директора, которому идет 1972 год? Что вот происходит, как вы считаете? Ну, я сам проработал, как мне я, 20 лет и знаю, в общем-то, всю работу, которую мы выполняли, потому что, исходя из названия института, это история, язык, литература, фольклопа, и направление, над которым мы работали. Я считаю, что в те времена, это 70-е, 80-е годы, у нас, в общем-то, все было нормально. Вот, то, что происходит сейчас, я могу сказать, что, конечно, это очень многое зависит от самого директора. Валентина Николаевна, ну, это мое мнение. Это человек случайный, попавший, значит, на это место благодаря комсомольской волонии. Она, собственно, комсомольский работник, сотрудник. Вот, значит, надо сказать, что Валентина Николаевна, она не имеет даже базового исторического образования. Она закончила, значит, биофакт нашего университета. Вот, в связи с этим, конечно, у нее нет такой исторической, что ли, исторической базового материала. И вот, мне приходится с ней встречаться и говорить, что она делает. А делает вот, что, раз нет за душой исторического материала, она начинает заниматься плагиатом. Вот, Валентина Николаевна проработала уже 20 лет. За это время какие, значит, то такие фундаментальные работы были изданы нашим институтом? Одна из них является «Хакасско-русский словарь». Это действительно работа фундаментальная, но как оценить эту работу? Я ее прочитал от начала до конца, этот словарь, потому что сам издаю словарь, и у меня вышел и русско-хакасский словарь, и хакасско-русский историко-этнографический словарь. Вот, и я посмотрел и ужаснулся. На мой взгляд, понимаете, это самый худший национально-русский словарь, который когда-либо издавался в России. Вот, и это показатель, конечно, уровня работы Тугужиковой, потому что она является там ответственным. Редактор, ну, директор все-таки. Вот, ну, во-первых, переводы совершенно неверные, а ведь это энциклопедическая работа. Ну, хакасские слова не будут в переводе, допустим, выражения. Один пример приведу, что не переводишь великую пищу. Вот, и перевод такой, хлеб всему голова. Но вы извините, это смысл, что водку не перепьешь, потому что водка тоже пища, и так далее. Ну, вот, что для меня там было очень отвратительно. Вот, я сказал, что Валентина Николаевна процветает на вот этом плагиате. Из моего словаря сто процентов было, значит, украдено в этот словарь. С моими же ошибками, вот, и так далее. И когда я сказал, Валентина Николаевна, разве можно, давайте мы соберем коллектив, и я извинюсь, ничего не было. А наоборот, я приглашал журналистов, чтобы они послушали, что делается в этом институте. Она их не пустила к себе в кабинет. Вот. Ну, исходя из этого, что делается в этом институте, можно сказать об уровне. А все это зависит, конечно, от Валентины Николаевны Тугужиковой. Вот, долгое время я издал словарь, ой, извините, книгу, я сам историк, этнограф. Я издал книгу, это при Алексею Ивановичу Лебеде, очень хорошую, я считаю, это, а значит, очерки истории Хакасии из древнейших времен до современности. Вот она тоже решила что-то сделать. У меня свои концепции. У нее, в основном, концепции Кызласовых, у нас диаметрально противоположные, а значит, взгляды. Вот, я считаю, что слово Хакас, это китайское, это не наше. Мы сами себя так не называем. Вот. Но она пыталась, значит, создать трудовой коллектив и так далее, чтобы создать вот эту альтернативную по отношению к моей, значит, книге, свой, ну, вернее, труд Хакниэлью. Но они так и не смогли сделать, потому что, значит, нет кадров, хороших кадров. А если там какие-то кадры работают там, то они, насколько я слышал, не стал вникать, так они работают на полставки и так далее. Вы извините, когда человек работает на пост, там много и на четверть ставки. Разве можно что-то выдать толковое? Нет. Вот. Тем более, ну, что там, у нее стало работать, вы уже в курсе дела, и Салватор, и Смолина. Но какие это историки? Что они могут сделать? Нет. Просто я знаю, что они поддерживают друг друга. Ну, по всей видимости, таков наш мир. Поэтому я, это мое мнение, я считаю, что вообще давно надо было убирать и вообще подумать, а кто возглавит. В свое время я хотел выдвинуться, но это было лет как раз 20 тому назад, когда говорил Гаврилович в ушелой жизни. Сейчас я уже ничего не хочу и так далее. Да и коллектив там теперь сложный. Вот. Но надеемся, я надеюсь, что все в конце концов, как говорят мои друзья, устаканится, все станет на место. И разыгрывать какую-то национальную карту в данном случае, я думаю, что не стоит. Поэтому надо объективно посмотреть, что Валентина Николаевна на этом посту давно себя исчерпала и надо новые там кадры.